всем привет продолжаем прохождение андерел люди мы отправимся на свалку значит можно это сделать следующими способами либо отправиться вместе с капитаном с ваном нам будут стоить это 25 кредита в ссг а либо 8 по моему гийских монет до 88 харонов интересных валюта так вот ну мы пойдем на другим путем как обычно нелегкие более тяжелым сами будем добираться два мальком открываем двери заодно и думал сейчас купить удочку у этого дедули у здесь который обитает мама на сотку этих кредитов ссг стоит но на свалке довольно много есть удочек единственное что там конечно же за ними следят за этими удочками поэтому вы в инвизии вскрытности можно попробовать я думаю нас получится но любом случае туда придем там уже увидим если не получится то вроде как у них там тоже может купить удочку раз на место доберемся там увидим надо чтобы добраться на место опять-таки нам придется немножко повоевать во первых жуки псионические восстановились но это не так уж проблемно скажем так а другая проблема это крысы вместе с жуками главное чтобы они все вместе не сагли из так то принципе мы крысами разберемся жуками тоже потом по очереди разберемся . эти были ну два капкана есть и кстати с собой взял вот немножко для продажи оружия шмоточек это потом все продадим потому что кредиты они конечно хороши вначале но дальнейшем нам основном только понадобится именно хороны что интересно да там они называются хороны здесь и называться стегийские монеты давайте тут сохранить всего он уже один сижу готов отправиться да они там отправляются ну кстати а нет все таки он не один синергия где-то он успел кого-то подцепить уже да он второй пришел но у него тоже синергия есть не знаю достанет нас не достанет достал и все и тут отъезжал его попробуем еще раз надо слоить момент как обычно чтобы этих жуков было он один был может сейчас а сейчас у синергии нету он пришел один отлично бой закончен дождем пускай синергия восстановится но это также надо сейчас когда выманить оставшихся вот мозгляк собираем я кстати потом уже не под запись а зачистил второй этаж получается комплекса gms там где мы не могли открыть две комнаты были с мозгляками по 50 хакер ства вот я их открыл там одном из холодильников было 37 мозгляка это я просто не пою прошлый раз он там все время лежал по моему нет но в одном случае мы с мозгляком теперь у нас проблем нету можно будет всякие псионические штуки делать он там ни один лазит надо поближе подошел утошел от этого своего товарища ну ну на удивление синергии нету а все появилось нет не подойдет нам такое отмутся с нами этот мелкий проказник в общем я тут поставлю капканчик чтобы они что даже сезонами пойдут далеко не ушли никак не получается да чё никто не ходит ладно надо как-то его дождаться покуда сюда выйдет открытое пространство муж к нему точно туда идти не хочу ну все согрелся смотрим сейчас забегут они в эти капканы или нет 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 не хочет а вот повторю второй попался все-таки вечно очень-очень хорошо все шикарно с лазуритками разобрались раз пошли еще с крысами разберемся у мозгляк можно собрать озерные грибы эти бесполезные сколько я знаю и тупо пещерники и хавают не помню сколько проход открывался у нас восприятие низкое поэтому мы не заметим он жуки и тусуется прям трое у нас интересует именно крысы в первую очередь не даже решили нас укусить я своем вспышку кинем пугаются проблемка только в том что ясно одно ножик переключаемся ножницы тоже неплохо режет их не две крысы их побольше странно пока только две пришли еще где-то должен быть вожак он бегает уже все-таки укусил она держи пугался да здоровья конечно побольше по чуть-чуть ходить будем если мы должны о ясненько все это провал надо как-то так сделать чтобы не согреть лазуриток попробуем капкан поставить вы тут лазите а принципе можно и не заморачиваться спокойно уйти на свалку нас даже не заметит вот она свалка здесь есть да есть две удочки проблемка только в том что мы быстрее не успеем их собрать хотя чему нет попробуем сохранимся начнем издалека правой кнопкой раз этом было то забрали раз носить нам одной принципе хватит арчи наверно в шоке мужчина отмахится твас левой рукой демонстрирую отсутствие двух пальцев мизинца и безымянного прости парень здесь нет места если ты хочешь порыбачить уловите угрей конечно они очень вкусные если я наловлю больше чем нужно я всегда могу продать их в баре карима нет там есть сэндвич с угрём и они готовят их довольно хорошо ладно лови лови давай до встречи арчи не знаю правда чем он будет ловить сегодня удочку украли но это уже не наши проблемы хотя наверное давайте сходим сначала прежде чем задание выполнять удочку эту я пробуем выловим очки заодно вспомним где их ловить замечательные очки там с ночным видением ибо биос это уже наше усмотрение лучше с ночным видением и во первых дороже мы будем их продавать во вторых применение побольше здесь это очень есть неприятные монстры но они нас не заметили отлично тоже обычно вот отсюда выпрыгивает потом оттуда еще выпрыгивает не помню каких зовут значит берем удочку устанавливаем сюда будут клевать сохраняемся просто быстрым сохранением поклевать значит сохраняемся после того как мы сохранились просто сразу теперь в 9 нажимаем загружаемся и сразу щелкаем по удочке вот поисковые очки не нравятся нам нам нужно что обязательно были с ночным видением умные очки тоже не хочу она посмотрю что за умные очки и косаря стоит урона специальных атак оружием дальнего боя увеличена 21 процент давайте ночной вариант попробуем выловить надо сразу быстренько рука сорвалась в принципе если сорвалась то можно просто продолжать дальше ловить нет нас никуда не денутся адаптивные ночные очки смотрим 8 косарей стоит перцепшен на 1 увеличивает и хочу и такие очки в общем все в таком духе продолжаем загружаемся принципе довольно быстро мы и думаю найдем очки необходимые я решил значит оставить и вот эти очки поисковые ночные очки шанс крит удара на 9 процентов стоит они 9 924 принципе лучше пока я еще за все это время продукт провел не выловил прошлый раз помню за 11 чем 1000 очки выловил но сейчас что-то не больше не попадалось подороже и сачки есть вот на крит урон есть очки вот эти перцепшен увеличивают есть очки которые увеличивают урон от специальных атак есть очки которые увеличивают процентом соотношении обнаружения ну вроде все хорошо значит нас в принципе это все устраивает забираем удочку идем обратно в инвиз у нас тут никто не покусал и наконец-то приходим уже непосредственно свалку по заданиям нам тут еще на свалке предстоит решить все таки за кого за утильщиков или за угри писаться в борьбе за свалку я обычно за угри а еще давайте с продадим оружие линии детали огнестрельное оружие 4 нормально 4 так 4 как раз 4 и брал ботинки берешь до ботинки две штуки берет прям все забрала у нас неплохо только хоронов дашь всего лишь 80 сегийских монет да не густо очень дешево выходит ладно меняемся заработали мы немножко еще стегийских монет дальше что а дальше у нас два здания сейчас осталось это поиск контроллера и надо в посольство объединенных станций сходить контролем и пока я отложим это задание пойдем сразу в посольство сейчас тут у нас немного денежных стрясут за вход но ничего не поделаешь как бы было у нас убеждение запугивания можно было по-другому но у нас ни того ни другого нету поэтому просто каков сбор 5 хоронов платим 5 сегийских монет все проходим спокойно нам тут не надо с ним воевать смысла в этом нет значит тут охрана стоит надо поговорить с ними что-то за место могу я увидеть послан у вас есть их делать по словам ждет у вас да у меня ждет ваше имя визмор со станции south gate мы ждали вас вы можете войти в посольство все заходим и значит здесь мало того что мы выполняем квест станции south gate нам еще в будущем предстоит кое-какой один квест выполнить поэтому я сразу скажу надо запоминать что здесь вообще находится люди там турели все такое стойте перед тема можете встретить посла положите все свое оружие гранат другие потенциально опасные предметы свой рюкзак если вы возьмете что-нибудь из этого на уроки на территории посольства вы будете нейтрализованы идите через внутренний двор позади меня и направо через двойные двери посол ожидает вас не вмешивайтесь работу базы хорошо да действительно убираем все эти кольщие режущие стреляющие взрывающие предметы окно адаптивные очки думаю не считается оружием тема спокойно проходим значит здесь запоминаем что здесь две турели вот охранник вон охранник заходим сюда это называется внутренний двор а значит здесь солдат здесь солдат три солдата все да там нам туда нельзя туда нельзя туда смысла пока нам ходить нету заходим тут у нас заместитель стоит нам на дальше вот один охранник еще в кабинете посла и общаюсь с послом вы входите в кабинет и видите невысокого худого мужчину который уже поднялся из за стола чтобы приветствовать вас опрятно одеты аккуратно выберет и с гладким лицом без шрамов и ровными белыми зубами это мужчина северянин он вежливо приветствует вас добро пожаловать в посольство объединенных станций мистер визмур мы ждали вас вера прислала вам эти торговые документы хорошо очень хорошо обычная обычная позволил бы передать сведения такого рода по сети но у нас есть основания полагает что сеть проходящий через свалку была взломана никогда не знаешь кто может подслушивать и для чего они могут использовать даже безобидную информацию о торговом соглашении к вашему сведению как представитель станции салгейт вы можете свободно перемещаться по большей части территории посольства также можете воспользоваться нашим лифтом ведущим на форпосты южной железной дороги сейчас она выведены строй результате землетрясения но мы работаем над устранением неполадок опыт издевать во взломе сети на свалке пока не уверен но ведется на расследование пока же я попросил чтобы любая важная информация поступающие из ссг и других наших торговых партнеров на юге доставлялась с курьерами я уверен что мы вскоре во всем разберемся и связь будет восстановлена другие вопросы что такое форпост южной железной дороги и большая база прямо под нами мы используем лифт здесь посольстве для быстрого доступа к ней именно так мы впервые и попали на свалку вот и все что могу рассказать окей здесь любое время нам разрешили приходить кстати давайте я еще сюда щас зайду я вспомню кое что ну лифт этот не работает да да нет питания попозже заработает и мы сможем вы как сюда на свалку еще одним способом добираться уходим сейчас нам кое-кто встретиться по дороге нам будем отсюда уходить вот этот тип обшей парень я слышал кто-то в баре хочется бы поболтать кто тебе это сказал куда ты меня знаешь просто говорю что слышал и все если хочешь знать детали иди сам спроси этого чувака значит придется пойти поговорить с этим человеком без проблем все давай кто-то нас ждет парень ну что ж не будем заставлять этого кого-то ожидать долго сразу направимся туда единственное что перед этим сохранимся на всяк случай вдруг я что-то неправильно сделаю надо внимательно быть и к деталям вот абрам его зовут мужчина тяжело криппало дышит под маской видны его усталые глаза он положил одну руку на прилавок а другой иногда отломает кусочки от хлеба лежащего перед ним на тарелки и распихивает их по многочисленным карман на свое пальто воздух здесь хрипит гнило если понимаешь на чем я с этим нам челами надо было пообщаться и видите визмор состав гейт я прав да это я я зовут абрам у меня есть для тебя деловое предложение мои источники сообщили до недавно посещал посольство наша наших друзей из союза я хотел бы купить информацию которую ты вероятно приобрел в ходе своего визита информ эта информация не относится к цели твоего визита поэтому наш разговор не затронет твою преданность собственной станции если такого существует тебе это интересно сколько ты мне заплатишь зависит от качества информации которую ты предоставишь хорошо договорились задавай свои вопросы он медленно кивает только человек хрипит охраняет вход во внутренний двор посольства как только проходит через ворота вот для этого нам нужно было запоминать что там внутри происходит в посольство и в этом значит мы видели одного еще один примыкающим помещению все нажимаем ответ или разрешили войти внутренний двор рада разрешили только охранника ты там видел так мы видели там троих пару человек во дворе не было никакой охраны двоих или троих вот двоих или троих были ли охранники в кабинетах посольства да как минимум один там один был брони стоял такой ты видел и слышал собак нет я не видел собак защиту турели 2 было на входе или вопрос тебе разрешили возвращаться посольство да нам разрешили вот и все что мне нужно было знать карим даст тебе твои деньги продолжить для тебя есть возможность заработать еще вот это значит то что вы все правильно ответили все сходится то есть это бойкая проверочка скажем так если интересно подойди ко мне снова и мы поговорим вот это момент у нас начинается задание абрама брама их нужно выполнять желательно правильно рим давай нам денежки я скажу что для тебя парень остается под прилавкой от этого мешочек стегийских монет хватит на пару сэндвичей да там не на пару сэндвичей хватит деньги не очень такие неплохие нам за это все платят за эти задания кивнуть сегодня спасибо мне нужно идти ты вернешься до вернусь вот 250 монет мы получили то есть мы продали там четыре ствола при том один из них был автомат да там ботинки что еще мы продавали получили 90 там или сколько вам стегийских монетах тут просто сразу 250 то что мы просто взяли если информацию об этом посольстве неплохо то говорим опять с абрамом загреты и противление холода увеличена 30 процентов кстати раньше этого не было я почему-то мимо проходишь людей и такая штука появляется баф перехлаждение заморозки скорость передвижения лично 20 процентов очки передвижение на 5 классная штука ты готов еще поработать за деньги если так у меня есть для тебя еще одно деловое предложение и нужно доставить подарок нашим друзьям посольства союза но этот сюрприз поэтому они не должны о нем узнать боюсь если бы я захотел достать доставить этот подарок сам мне бы не скоро позволили уйти что за подарок который нужно доставить это маленький питомец очень милый любит оползать по вентиляции выпусти его туда так чтобы никто не заметил думаю что тебе это по силам я могу это сделать он захотел скажем отлично по завершении работы я заплачу тебе 500 хоронов вообще шикарно просто деньги текут рекой обеими руками он медленно лезет в карманах пальто и что-то извлекает он держит это между ладонями подносит своей маски вы не знаете что это такое но замечаете лапки насекомого который торчат в стороны держит его так как будто разговаривать с ним но вы не слышите ни звука он наклоняется к вам берет вас за руку и позволяет существу ухватиться за вас первые ясно видите что это крошечная личинка могильщика длинные гостлявые пальцы абрама и крохотные ножки существа ощущаются одинаково отвратительно и будет наверно лучше абрам вы не успеваете испугаться существо быстро карабкается по вашего вашей руке и корпуса пока не находит подходящий карман в одежде и прячься внутрь и напоминаю должен выпустить его возле вентиляции дальше он сам найдет дорогу все гибернетический жучок какой-то жучок обратно возвращаемся в посольство тратим очень мало времени главное делать все правильно аккуратно и получаем довольно много денег все идем обратно обратно идем посольство в этом нам разрешили заходить все оружие я да оружие не возвращал обратно слоты то что спокойненько а что мы делаем это пересохранимся подожди опускал уйдет 40 хакерство он вроде нас не заметил интересно интересно хакерство 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 да у нас не успевает замечать быстренько ныкаемся оп закрываем двери в принципе все тут заодно сейчас мы залутаем флешечка балаклава пригодится полезно полба патрона то вентиляция значит берем жучка все выпустили и все обратно возвращаемся спокойненько даже что они нас заметили ничего страшного мы свои все дела уже сделали жучок выпущен какое-то простое задание такие вот не слабые денюжки мы получаем за все это плюс дальнейшее продвижение по квестам ну а то уж у абрам так еще и джека вот этот вот сильвера но джека ртуть вроде по-русски да они по-моему связаны в самом случае мы еще с ними встретимся с и с абрамом и джеком но уже в core city лично мой маленький питомец уютно устроился в своем новом доме тут и знаешь а ты можешь забрать свои деньги у карима как и раньше теперь оставь меня у меня много дел возможно я скоро снова позову тебя все отлично забираем денежки а все мне нужно идти вернешься 500 диских монет ас уже косарь просто почти косарь 200 плюс еще то что мог опыт получаю тут уже осталось ерунда да у нас там 8 будет следующий да да будет 8 уровень получим еще один пит и вот значит этот квест следующий который нам даст он будет чуть ппж поэтому пока можно принципе заняться основным квестом и значит тоже только небольшое оговорочка небольшая значит тут две враждующие фракции акция как-то называется на или же стянщики то ли как там еще и фракция черные угри вот я обычно за черных угрей проходил но никто не больше понравились плюс еще у них больше квестов у них больше людей быть территории у них поприятней что и в этот раз я тоже буду принципе за ней проходить что-то на док мейстер сайлас нас интересует до высокий мужчина стоит перед вами что-то не неторопливо жуя на его открытых плечах вы видите различные татуировки неглубокие шрамы покрывающие грубую кожу черты его лица острые будто выдвоблены в камне из тысяч магазин войдя отсюда тебе в первую дверь справа расскажи мне про чем-то хури ты у них за главного вы контролируем пристань и все ближе близлежащие водные пути значит и всю речную торговлю довольно прибыльный бизнес наши крупнейшие клиенты здесь на юге ты бы удивился узнав как много изнеженных цивилизованных северных станций приходит к нам поисках различных деталей сырья утильщики контролируют старую свалку а вот утильщики зовут это правда но есть много хлама и по эту сторону забора в отличие от рейдеров сумасшедшую зону его можно собирать без потери к тому же утильщики все равно не смогут никуда продать свой груз без нашей помощи что касается руководства я главный на пистоне это все что тебе нужно знать мальчик со станции они значит нам уже защищал с этим поговорить товарищем колтоном вот скажите случайно нет контролера контролера бурового ротора класса броненосец нет у меня много барахла но здесь нет никаких деталей броненосца сомневаюсь что они найдутся у кого-нибудь из местных торговцев возможно ты сможешь найти такой на старой свалке но я не уверен расскажи мне по старую свалку старая свалка склад а это та самая свалка рядом с которой был построен наш город излома который нашли там наши предшественники сейчас это закрытая зона по причине какой-то давней аварии с мутагенами теперь это сумасшедшее место бешеные псы мутанты съехавший из катушек авто турели там все еще много ценного барахла так что утильщики по-прежнему совершают вылазки но они мало кого еще туда пускают а вот в этом и проблема эти ублюдки контролируют вход он находится прямо на их добаной базе что нет никакого другого способа туда попасть глянувшись по сторонам он понижает голос этого не говорил знаешь как говорится было бы желание возможность найдется если тебе абсолютно необходима эта деталь для броненосца черные угри могли помочь каким образом поговорить с сайласом док мастером скажи ему что тебя писал колтон что тебя интересует червоточина он расскажет больше вот все получается значит сначала говорим с колтоном воду этой детали потом уже говорим с сайласом я здесь по поводу червоточины вот он сказал поговорить нужно с тобой совсем зеленый парень зачем тебе червоточина жить надоело я ищу кое-что конкретное я не могу найти это на рынке должно быть что-то особенно если ради этого ты рискуешь свои шкуры через червоточину нужно можно туда попасть и собрать и выбраться обратно но это пойдет тебе не дешево сколько обычно я беру деньгами но у меня есть для тебя другое предложение если тебе интересно давай послушаем и нужен кто-то способный решить пару проблем может быть запачивать руки в процессе понимаешь что я имею ввиду не займет много времени ты мог бы даже заработать несколько хоронов интересует продолжай есть парень который должен мне огромную сумму не только это он еще и опаздывает деньгами за защиту и думаю что у него есть монеты но потряси его возможно него есть что-нибудь ценное если нет что же мы должны показать всем что бывает с теми кто пытается обмануть черных угрей верно правишь с этим додумают думаю будет весело отлично парня зовут гровер он живет в лачуге к северу от бара рядом с магазином лена заставь его заплатить 100 хоронов что он должен мне или принеси что-нибудь равные ценности если он не может заплатить принесем его уродливую голову задание получено тоже пятки проверочка при темы основное задание нам выдадут начало такое потрясание долгов вот значит алена наша торговец с оружием вот здесь значит и питает вот этот гровер давайте сохранимся нормальное сохранение денег у него нету сразу скажу но зато есть у него есть кое-что интересно не настроение общаться эти за деньгами для докмейстера гровер пора платить по счетам тушь я уже говорил о салас у меня сейчас просто нет денег и заплачу только смогу этого недостаточно и найду я найду их очень скоро обещаю нет пожалуйста пожалуйста жалко зрелище напасть смесь ладно гровер я дам тебе еще пару часов использую сном падаем эти ребята вроде раз не трогаю да мы просто можем охладить его кулаки да давайте кулаками побьем до сны ребят пошли мимо все не остался 7 ерунда здоровья 2 падай я все все он согласен на все а подожди подожди не убивай меня у меня нет денег но я могу я знаю где их можно достать и больше чем я должен клянусь ты еще и заработаешь и обещаю говори быстро от раза все думают что на нищие но это неправда нее есть это устройство энергетическое ядро она мне показывала однажды она стоит а как минимум пару сотен харонов и знаю почему она хранит его мест вместо того чтобы продать она совсем поехавшие ты знаешь как один из этих психотиков ага он улыбается но улыбка сразу пропадает я могу да я могу заманить ее в глухой переулок позади моего дома когда ты сможешь прийти забрать его это погасит мой долг да неплохая идея если ядро стоит достаточно считай что ты больше ничего не должен спасибо я пойду найду его прямо сейчас встречая нас в глухом переулке позади моего дома где он уходит давайте восстановим во-первых себе здоровье во вторых надо бы обратно вернуть оружие наше ножичек возвращаем ресепшн да лучше на самом деле мы где наши новые очки критическое так критический удар от атак оружием увеличен именно шанс еще здоровье да где бинты бинты есть хорошо патроны у нас есть уже хорошо а сюда заходим в переулок вот значит раза а вон значит гровер это моя подруга трат за и рассказывал тебе о ней женщина хмурится увидев вас гровер чем дело кто этот парень 1 1 задание энергетической ядрой сможешь уйти гровер и ты скользкий убедок и западешь за это и в коем случае мы должны грохнуть ее или утечки придут за нами она их клиент что же придется нападать на трасс то есть но принципе тут выбор либо раза либо гровер ну так как крови в принципе получается угри должник какие-то с ними дела дела наверно ведет 0 в случае от страза я не помню какие-то квест нее нет никаких квестов там можно в принципе в расход пустите как бы сразу сказал извините раза похоже что тебе не уйти кстати довольно довольно живучие а кровер пока живой пойдем ему ножиком поработаем все до ножичка мы гораздо работать очков мало очков действия требует дрон принципе нормальным раза забираем вот у нее ядро качество 54 тут ценность 2 370 но с нашей торговли и конечно мы не особо разбогатеем скажем так сюда же сейчас взять продать но даже мы за сотку не продадим скорее всего и на хорошая работа это все да это все большое спасибо парень я бы угостил тебя выпивка но ты же знаешь мне сейчас туго с деньгами датишь туго с деньгами ради интереса пойдем проверим за сколько можно продать ядро вроде раньше как-то смотрел даже за сотку не продавали а заодно кстати и посмотрим такие штуки полезные для пистолетов а вот еще один чел продает химические пистолеты детали для него единственное что мы еще не умеем их делать да да это мы делать еще пока не умеем от 3 на обмен энергетический пистолет есть болты литра шоу электрошокер тоже нам нужен ремкомплект щечки сколько такие очечки будут стоить интересно его не хочешь покупать ядро на хочет покупать 19 тегийских монет ну понятно да 15 тегийских монет вот ядро у нас 54 качество есть тут на 49 до цена 4 440 сколько мы заплатим за такое ядро до 48 но в принципе да то есть выгоднее взять ядро яда из 100 хоронов а долго потому что у нас ядро получше плюс дешевле выходит но это только для себя что-то крафтить если же продавать то смысла особого нету но я как бы и его не убирал не убивал этого гровера никогда не знаю если у него внутри в тушке деньги эти или нет чем лазерный пистолет что можно приобрести нас очков действует 1216 энергии вот в принципе можно будет и роботов с помощью разбирать как бы с меткостью нас не очень все хорошо за счет того что мы качаемся за и за счет универсальности но как бы терпимо то во всяком случае будет наверно попроще чем с теми же ловушками и темпоралкой разбирать их ладно нас интересует больше всего пистолет химическим сейчас наверно даже на восьмом уровне возьмем фито не не вернул этот как его имитацию возьмем фит именно для пистолетов ну вот нет все просто мечта химика газовая граната зажигательная злит жидкость нец адреналина манта морфин психи галянта химическая ловушка мишки пистолет вот что нам надо но стоит конечно 4 косаря довольно много но деньги у нас есть я только не помню по-любому где это валяется чертеж этот химический пистолет но где он валяется не ясно для химического пистолет мира тоже все есть но опять-таки нам нужно химию включать нормально пистолет сделать вот минимально 39 значиме требуется эти 449 а тут тоже на 39 рама там у нас механику требует и кстати рамы нету да для химпистолета да нету а если мы попробуем загрузиться не чем-то изменится а почему нету вот же рама и просто не увидел ее я помню ничего не изменилось на всяком случае нет тут все можно для купить чтобы химпистолет сделать это могильщика есть даже колба с кислотой уже сразу готовы есть чем мы с тобой еще 100 про пообщаемся чуть попозже нам нужно уровень получить 39 в химию в кинуть значит маловато 25 всего на следующем уровне поднимем плюс фит надо бы взять намного чего надо сейчас возвращаемся к черным угрям сдаем задание он парни гровере разобрался с ним заставил его заплатить вот деньги отлично плевать на подробности только деньги имеют значение он хмыгает хорошая работа а что еще ты хочешь чтобы я сделал и типа говори с капитаном бродриком там а на пристани он перевозил для нас некий груз когда началось землетрясение и больше большая волна смыла кое-что из его лодки он думает что знает где груза могу прибить к берегу он отвезет тебя туда на поиски хорошо это сделаю отлично поговорить с бродриком и вот мы пришли квесту направиться на этот таинственный остров там уже на этом таинственном острове есть голиаф и здоровенные все жуки они реально здоровенные очень опасные значит нынешними способностями мы их не убьем и поэтому но желательно бы сейчас навер пистолетик сделать возможно стоит еще иметь квесты поделать хотя получить восьмой уровень либо попытаться как-то а можем принципе в инвизии бегать и с этим голиафом не драться не сражаться как вариант принципе но там еще одна штука надо чтобы этот бродрик не погиб потому что потому что иначе мы бы застрянем такое себе но любом случае мы уже отправимся на таинственный остров следующий раз покажем это все всем пока